добрый день друзья обучающий центр кибермаркетинг приветствует вас сегодня мы продолжаем нашу серию цикл вебинаров об эффективном привлечении целевой аудитории на сайт в гости у нас сейчас читает руслан байбеков ведущий специалист технической поддержки seo пульт и он расскажет нам о дополнительном функционале автоматического режима системы seo пульт руслан привет здравствуйте уважаемые зрители слушатели сегодня мы будем с вами разговаривать о дополнительных настройках системы seo пульт что у нас здесь будет интересно на самом деле интересно будет очень и очень много почему потому что ранее мы говорили с вами о каких-то общих методах рекламы об общих методах привлечения и выбора какой-то конкретный какого-то конкретного инструмента для привлечения пользователей на ваш сайт далее мы разбирали с вами заведение проектов системе seo пульт это все было моих прошлых двух вебинарах сегодня же мы будем с вами разговаривать о ручных режимах сначала несколько слов в целом о ручных режимах для чего они нужны что это такое наверное все пользователи системы seo пульт знают сталкивались или хотя бы слышали о наличии ручных режимов в системе зачем они вообще нужны но для начала хочу сказать предостережение которое будет касаться новичков скажем так seo новичков работающих с нашей системой я крайне не рекомендую в этом случае работать полностью только с ручными режимами если вы не знаете что это такое как ими пользоваться то лучше этого вообще не делать использовать только автоматический режим из системы seo пульт почему посмотрим что у нас дают ручные режимы что у нас есть в автоматических режимах системы но первое в автоматических режимах это то что созданы большие каскады фильтров что это такое это большое количество настроек фильтров несколько фильтров точнее один фильтр который настраивается специально для продвижения проекта в системе то есть через которые закупаются ссылки далее эти ссылки эти каскады постоянно анализируются и соответственно происходит их модернизация под современный лад скажем так все автоматические режимы настроены буквально на сегодняшний день они все отлажены они все работают поэтому им доверять естественно можно и нужно а тем более если у вас нет опыта работы с автоматически с ручными режимами для чего нужны ручные режимы ручные режимы часто применяются например для проектов типа сохранения контента без анкорного продвижения то есть что они нам дают они нам дают первое мы можем установить свои настройки для закупки ссылок мы можем например покупать ссылки тематические да ну то есть у нас появляется какая-то гибкость под наши какие-то нужды давайте посмотрим как это все делается и что собственно с чего начинать работу с ручными режимами в системе но первое это нам необходимо перейти на перейти на страницу заполнение соответственно ручных режимов как это сделать в левом меню нашего сайта присутствует ссылка ручные режимы соответственно кликаем на нее мы попадаем вот на такое вот окно здесь у нас присутствуют ручные режимы простановки и ручные режимы съема ссылок это два разных модуля и соответственно о них я расскажу по очереди начнем мы с ручных режимов простановки давайте посмотрим я здесь настроил несколько ручных режимов режимов для чего для того чтобы в дальнейшем показать как их применять для чего они собственно нужны и вообще о них расскажу подробнее но пока мы сейчас с вами рассмотрим непосредственно форму заполнения ручного режима кликаем на добавить новый соответственно фильтр и что мы здесь видим мы видим здесь большое количество параметров собственно разделяется эта вся форма все эти параметры на три основные части это первая часть здесь мы видим три поля ты источник ссылочная биржа и тип ссылок что это такое источник системы работаем с тремя типами ссылок это ссылки блоги и объявления давайте расскажу чуть-чуть об этом подробнее как вы знаете система закупать ссылки в четырех ссылочных бирж это сейп трестлинк линкфит и байпост так вот ссылки при выборе источника ссылки мы можем закупать ссылки на сейп и линкфит то есть в ручном режиме мы можем выбрать либо одну биржу либо обе вместе дальше блоги закупаются на ссылочные биржи байпост то есть это закупаются ссылки на страницах на сайтах типа блогов типа форумов и объявления закупаются на ссылочной бирже трестлинк переходим дальше ссылочная биржа как мы уже поговорили выбрать ее мы можем при выборе соответственно типа ссылки мы можем выбрать какую-то одну из этих двух бирж далее чистые вхождения и разбавляющие тексты это типы ссылок каким образом как они выглядят я покажу немного позже здесь же по умолчанию стоит чистые вхождения иногда для некоторых проектов например сохранение уникальности контента либо проекта безанкорного продвижения нам потребуются разбавляющие ссылки переходим далее параметры сайта итак первый параметр этот тиц все наверное об этом слышали знают параметр тематический индекс цитирования то есть это оценка качества сайта по мнению поисковой системы яндекс соответственно указываем от и до в пределах какого тицана необходимо закупать ссылочные ссылки пиар главный это также качественная оценка главные страницы по мнению поисковой системы google здесь опять же указываем от и до далее присутствуют поля индекс от индекс яндекса от скольки-то страниц и индекс гугла от какого-то количества страниц здесь мы указываем какое количество страниц на сайте доноре должно быть проиндексировано то есть должно быть в индексе поисковой системы переходим дальше я к и дмоз что это такое это яндекс каталог и каталог дмоз то есть мы здесь можем указать важно нам нужно ли нам иметь вернее должна ли быть ссылка донора соответственно сайт донора присутствовать в яндекс каталоге или в дмозе далее уникальные доноры данная галочка стоит у нас по умолчанию что она означает это означает что в рамках этого фильтра будут закупаться ссылки которые вернее ссылки не будет закупаться две ссылки с одного донора то есть уникальность ссылок но иногда эту галочку можно убрать например возьмем сайт у которого тиц 1000 пиар 5 на таком сайте понятно я может быть да и там остальные параметр тоже хороший идеальный на таком сайте может быть я конечно же и купил бы несколько ссылок поэтому в данном случае если мы делаем какие-то жесткие условия фильтры мы эту галочку можем убрать далее семейный поиск эту галочку мы можем поставить если мы хотим чтобы закупались ссылки сайтов которые грубо говоря мы можем показать нашим детям то есть понятно да это без каких-то эротических материалов без каких-то не знаю может быть игр да кто то есть весь такой неприятный для наших детей контент убирается при выборе этой соответственно опции далее мы можем выбрать соотношение наличие в индексе страниц яндекса и в индексе гугла для чего это нужно в данном случае этот параметр показывает нам отношение вернее через это отношение мы можем понять присутствует ли какие-то санкции к сайту то есть находится ли сайт под агс в данном случае соответственно этот параметр он довольно тонкий то есть и может быть сайт очень хороший очень качественный но проиндексирована только одной системой например он только создан да например я не знаю сайт там на котором находятся десять страниц из них там 5-й проиндексированного в гугле например 10 в яндексе ну то есть соотношение здесь нужно тоже смотреть регулировать опять же нужно это делать опыт далее уровень домена здесь мы можем соответственно выбрать уровень домена, второй, третий или нам не важно какой. Давайте разберем простой пример, когда я задаю на семинарах вопрос о том, какие бы ссылки вы купили на домене второго уровня или на третьего уровня, мне ответов, собственно, одного ответа я никогда не слышал, вернее, ответа одного типа, например, только на втором или только на третьем, и это правильно, почему? Потому что в настоящее время есть очень много сайтов, домен которых является третьим уровнем, и соответственно они качественные, таких сайтов довольно много, это сайты, например, региональные, да, какой-то крупной компании, поэтому здесь опять же решать и выбирать вам. Если при всех остальных параметрах сайт, ну это мое отношение, да, я так считаю, если при всех остальных параметрах сайт находится на втором или на третьем уровне, мне это будет не важно. Если все остальные параметры этого сайта хороши, сайт качественный, то мне не важно, на каком уровне домен он, естественно, находится. Далее, день рождения сайта по мнению REGRU, в данном поле мы указываем возраст сайта, но указываем его не в днях, а в месяцах, об этом стоит помнить, почему? Потому что я видел, когда пользователи обращались ко мне и говорили, не закупает система ссылки, что же такое? Смотрю, а в этом поле указано 365, число 365, это, насколько я помню, в районе 30 лет, то есть сайту должно быть 30 лет, это получается сейчас 1984 год. Естественно, тогда никакого интернета не было и, естественно, таких сайтов не существует, поэтому, собственно, фильтр и не работает. Поэтому здесь указываем количество месяцев, а не дней. Далее, мы можем указать, как долго продается ссылка – один день, три дня, неделю, две недели и месяц, соответственно, да, как долго, вернее, сайт продает ссылки. Здесь же опять появляется такой вопрос – доверять ли молодому сайту или не доверять? На самом деле, есть сайты, которые только созданы, ну, решил вебмастер зарабатывать на нем деньги, вот начал он сейчас продавать ссылки, да, продает он буквально там неделю ссылки с этого сайта. Есть сайт, который продает ссылки там год, с одной стороны, вроде бы, только что начал продавать, может быть, мало опыта, да, и качество ссылок будет маленькое, но с другой стороны, у взрослого сайта, может быть, он раз и завтра перестанет продавать ссылки, посменится вебмастер, например, и так далее. То есть, в данном случае, опять же, решать вам, ну, в принципе, чаще всего этот параметр я оставляю как неважно. Далее, категории – довольно интересный параметр, что мы здесь можем выбрать. Мы видим здесь несколько предустановок – это сайты без английского языка, сайты вне взрослой тематики, ну, соответственно, пересечение этих параметров. И далее мы можем, нажав на клавишу «Выбрать», увидеть вот такое вот огромное окно, в котором мы можем выбрать те категории, на сайтах которых нам стоит покупать, по системе стоит покупать ссылки. В данном случае, опять же, обращаю ваше внимание на то, что в системе не нужно указывать жестких параметров, тем более, если вы только с этим сталкиваетесь. Поэтому здесь мы выбираем не просто одну какую-то категорию, а выбираем несколько категорий, то есть еще и сайты из околотематических категорий. Например, если мы возьмем, не знаю, книги, да, то здесь мы можем выбрать литературу и искусство, ой, литература, культура и искусство, что еще, дом и семья, так как книги мы обычно читаем дома с семьей. То есть мы, видите, уже можем выбрать как минимум три тематики. Наука и техника тоже, может быть, можно, потому что есть книги научной тематики, да, техническая литература. То есть здесь мы можем, нужно выбирать несколько категорий, несколько вариантов. Давайте посмотрим далее, далее мы можем указать доменные зоны. Для чего это нужно? Чаще всего это нужно сайтам, которые не являются сайтами российскими, скажем так, не в регионе РУ. Например, если я продвигаю, хочу продвигать, у нас есть такие пользователи, которые продвигают сайты где-то за рубежом, в Лондоне, например, или в США, в данном случае, естественно, мы выбираем домены данных стран, то есть это может быть домены .com, да, это может быть домен какой-то, например, US и так далее, то есть выбираем домен той страны, в которой мы хотим продвигать сайт, чтобы закупались ссылки именно на тех сайтах. Ну, соответственно, опять же, здесь стоит выбирать несколько доменов, а не один. Ну, опять же, смотрите вам. Закончили с параметрами сайта, то есть в этом блоке, в пройденном нами блоке мы показываем системе, вернее настраиваем для покупки ссылок те характеристики, которые относятся к параметрам сайта. Дальше, параметры страницы. Здесь мы указываем параметры, которые, соответственно, отображают характеристики страницы, давайте посмотрим их более подробно. Первое – это стоимость, то есть стоимость ссылки, которую мы будем покупать. Здесь мы можем указать от и до, в принципе здесь большинство полей вы видите – от и до. Далее, пейдж-ранг, да, это опять же качество сайта по мнению Гугла, количество внешних ссылок и прогноз внешних ссылок, то есть количество внешних ссылок – это то количество ссылок, которое уже есть на сайте донора, на этой странице. И прогноз – это то количество, которое в качестве прогноза указал фэбмастер при, соответственно, продаже ссылки. Уровень вложенности – главный, внутренний и от третьего уровня. Здесь мы можем указать, где находится эта страница, покупать ссылки только на главных страницах, покупать ссылки на внутренних и покупать ссылки на страницах от третьего уровня и ниже. Наличие в индексе – здесь мы можем указать опять же наличие в индексе Яндекса, то есть присутствует ли данная страница в индексе поисковой системы Яндекс или Гугл или вместе обеих этих поисковых систем. Переходим к следующему шагу – последняя индексация страницы. То есть мы можем указать срок, когда поисковый робот заходил на страницу, на которой мы будем покупать ссылку. В данном случае мы можем указать количество дней от, соответственно, до для Яндекса и такое же количество, ну, какое-то, может быть, свое для Гугла. Вот. Далее, что здесь еще есть интересного? Далее здесь есть такой интересный момент, как отсрочка запуска. Для чего это нужно? Как я в начале сегодняшнего вебинара сказал, для продвижения сайта нужно создавать каскады фильтров, а не один фильтр. Соответственно, если мы создаем каскад фильтров, то чаще всего его приходится применять не сразу весь, а постепенно. То есть запустили одну часть каскада, через какой-то срок запускаем далее, вторую часть и так далее. То есть здесь мы можем указать количество, отсрочку запуска, количество дней и апдейтов, пройденных с момента запуска, соответственно, вашего проекта. Ну и далее мы указываем название фильтра. Каким образом это следует делать? Как вы помните, из прошлого вебинара мы говорили о названии проекта и говорили о том, что это название должно быть каким-то интересным, уникальным и отображающим то, что, собственно, мы в этом проекте делаем. Если мы продвигаем низкочастотку, то лучше это указать, если мы продвигаем безанкорку, соответственно, лучше указать. Почему? Потому что если мы запускаем несколько проектов, а, как правило, для продвижения сайта используется несколько проектов, то в дальнейшем мы просто можем запутаться, какой проект, собственно, у нас что двигает и вообще какому направлению он соответствует, поэтому лучше это указывать. То же самое абсолютно и в настройках фильтра. Фильтров у нас каскад, то есть несколько, и соответственно лучше указывать название каждого фильтра, чтобы затем удобно и легко и быстро ими оперировать, чтобы их удобно подключать к нашим проектам было. Собственно, с разбором фильтра простановки мы с вами закончили. Как вы видите, много полей, и с первого раза довольно тяжело разобраться. Давайте перейдем к фильтру съема. Как мы говорили, это можно сделать на этой же вкладке. Кликаем на съем ссылок и видим, собственно, вот такой вот фильтр. Я сейчас немного забегая вперед расскажу, что мы сейчас просто смотрим технические характеристики, смотрим, что эти фильтры и какие-то отдельные поля и настройки означают. Далее мы с вами перейдем к практическим примерам, и на практических примерах я уже покажу непосредственно, как настраивать, какой фильтр для чего нужен, и вообще, как настроить несколько практических проектов, например, ту же самую Безанкорку. Вернемся к нашему фильтру съема, посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, в первую очередь он разделяется на два – фильтра – это правило подтверждения и правило съема. Что такое правило подтверждения? Правило подтверждения – это такая вещь, которая подтверждает качество ссылок, которые нам предоставила ссылочная биржа. Давайте рассмотрим такой простой пример. Мы отправляем запрос в ссылочную биржу на покупку 100 ссылок. Нам ссылочная биржа предоставляет соответственно информацию об этих ссылках. Мы смотрим, а нам не подходят все ссылки, и мы говорим с ссылочной биржей – ребят, вот эти ссылки нам подходят, да, там десять ссылок остальные нам не подходят, давайте другие. То есть мы подтверждаем на этом этапе покупку тех или иных ссылок. Давайте подробнее посмотрим, что здесь есть. Во-первых, индексация страницы, страница проиндексирована в Яндексе и страница проиндексирована в Гугле. Ставя галочку мы можем подтвердить эту соответственно настройку. Переходим дальше. Опять, как мы говорили, в фильтре «Простановки» у нас здесь есть срок регистрации домена. Опять же указывается в месяцах, обращаю ваше внимание. Здесь мы можем указать домены, которые, ну, соответственно, как и в фильтре «Простановки», из которых необходимо покупать ссылки. Далее. Переходим дальше. Правила подтверждения делятся опять же на три таких простых шага. Это стоп-слова в Урле, стоп-слова в тайтле и минимальный объем контента. Что такое стоп-слова в Урле? Это стоп-слова, которые должны присутствовать, если эти стоп-слова присутствуют на странице, на которой мы будем покупать ссылку, то, соответственно, такая ссылка нам не нужна. Здесь вводятся, здесь все, в принципе, пункты довольно подробно подписаны, да, вот снизу вот видите, что это все подписано. Кроме того, собственно, как пример здесь уже есть, да, мы можем добавить слова «Профиль», «Форум», «Эдит» и так далее, то есть те слова, которые показывают нам на странице, которые являются там, например, страницами форумов, какие-нибудь может быть эротической тематики и так далее. То же самое со стоп-словами в тайтл. Далее. Минимальный объем контента. Как вы все знаете, на страницах присутствует контент, и мы говорили о том, что это хорошо и это правильно. Соответственно, здесь вы можете указать то количество контента, которое должно присутствовать на странице вашего донора. Опять же, здесь можно изменить параметры со знаков и в количестве знаков и в количестве слов. Соответственно, указываем, но не рекомендую указывать большое количество, не рекомендую указывать полторы-две тысячи. Обычно пятьсот и тысяча символов, в принципе, довольно достаточно. Почему? Ну, представьте страницу-карточку товара какого-нибудь магазина, в котором присутствует две тысячи слов или две тысячи знаков. Да, две тысячи знаков – это порядка, ну, страница А4 текста. Вряд ли вы будете читать о товаре, который хотите купить, целую страницу А4, да, текста. Если она изложена, может быть, красиво и правильно, может быть, кто-то и прочитает, но это будут единицы. Поэтому иногда достаточно указать пятьсот тысяч слов, этого будет более чем достаточно. А вот теперь перейдем к правилам съема. Здесь мы можем указать, какое количество дней ссылка не проиндексирована, то есть как это работает. Если ссылка не проиндексирована, указанное вами количество дней, то, соответственно, она удаляется, то есть система ее снимает. Соответственно, здесь указывается с главной страницы и с внутренней страницы вашего, соответственно, с сайта донора. Далее максимальное количество внешних ссылок. Мы здесь можем указать, какое максимальное количество допустимо на сайте доноре для того, чтобы наша ссылка там находилась. Если это количество превышает, да, количество ссылок на сайте донора превышает, указанное нами в системе количество ссылок, то такая ссылка опять-таки снимается. Ну и, соответственно, как на главной странице, так и на внутренних страницах сайтов доноров. Что мы делаем дальше? Мы здесь можем применить сразу же этот фильтр, как только его настроили, к каким-то проектам. Сейчас у меня пока только один проект настроен, мы можем выбрать галочку и применить, да, этот фильтр, соответственно, к этому проекту. Ну и далее указываем название, то же самое, как и в фильтре простановки, мы указываем название, которое будет у нас отражать, что в этом фильтре мы настроили. То есть оно должно быть каким-то интересным и значащим что-то, да. Собственно, с этим мы закончили. Если у вас какие-то вопросы, естественно, будут, вы можете написать их в комментариях, я на них, естественно, с радостью отвечу. А пока перейдем к практической части нашего вебинара. Что здесь у нас есть в первую очередь интересного? Ну, в первую очередь это мы создадим какой-то проект, которым мы будем применять ручные режимы и посмотрим, как это делать. Я уже создал проект в AppleTest, назвал это проект сообщества, которое мне довольно интересно, я на нем часто лажу и вот решил, что возьму в качестве примера это сообщество. Переходим на шаг четвертый, простановка, в прошлый раз мы эти шаги затронули очень и очень вкратце, потому что все-таки мы говорили об автоматических, да, режимах. Вот в данном случае хочу перейти на них, соответственно, сейчас и подробнее сказать, как подключать тот или иной фильтр к тому или иному проекту. Итак, переходим на вкладку «Простановка», но пока грузится страница, я скажу, к чему можно, к чему нельзя подключать ручные режимы. Во-первых, ручные режимы нельзя использовать, ручные режимы простановки нельзя использовать при подключении технологий SiaPult Plus и SiaPult Max. Ну, собственно, в большинстве случаев ДНН всегда практически этого не нужно. Почему? Потому что технологии SiaPult Plus и SiaPult Max работают очень и очень хорошо, и все ссылки, которые закупаются в рамках этих технологий, являются качественными. И редкий, наверное, пользователь сможет настроить такой режим, такой каскад фильтров, который, соответственно, переплюнет, скажем так, да, технологию SiaPult Max. Ну, итак, вернемся, у нас подгрузилась страница, вернемся к нашим, так сказать, баранам. Настройка ручного режима позволяет нам здесь в первую очередь это подключить технологии SiaPult Plus и SiaPult Max, и дальше, соответственно, подключить, значит, настроить ручной режим. Кликаем на «Настроить ручной режим», и мы видим те ручные режимы, которые у нас уже настроены. Смотрим, что здесь видно. Во-первых, здесь видно название, фильтр, да, у меня первый без инкурка, второй я просто создал фильтр с примером TIS 10-50, здесь видны параметры фильтра, и здесь видны источники, которые мы выбрали, далее здесь виден тип ссылки разбавочные тексты и чистые вхождения. Что нам нужно здесь сделать, чтобы применить этот, соответственно, эти фильтры к системе, к нашему проекту? В первую очередь здесь необходимо указать количество процентов, то есть процентное соотношение каждого фильтра, ну, например, укажем по 50 процентов каждый фильтр, жмем «Применить», сейчас у нас система сохранить настройки ручного режима, все сохранило, применилось процентное соотношение. Что нам необходимо дальше сделать? Дальше мы выбираем те ключевые запросы, которые у нас добавлены в проект, это может быть несколько запросов или это могут быть все запросы. Все запросы кликаем на галочку сверху и в этом меню изменить режим на «Выбираем», соответственно, на «Ручной» и жмем «Применить», видим, да, в столбце «Режим» у нас изменилось, соответственно, режим с автоматического на «Ручной», все, фильтр применен. После этого действие системы начнет закупать ссылки, соответственно, используя те параметры, которые мы настроили в ручных режимах и, соответственно, используя наше соотношение закупки. Переходим дальше, посмотрим, как это делается в правилах съема. В правилах съема, собственно, делается точно абсолютно так же. Мы заполняем «Ручной» режим, например, я не знаю, у меня преднастройки нет, я ничего не заполнял, но давайте сделаем какой-нибудь простой режим, пусть будет даже 6 месяцев, доменные зоны, выбираю «Ру», «Ком» неплохо, «РФ», выбрали, ну, в принципе, пока достаточно, можно еще добавить, я не знаю, «Нет», «Су», в принципе, тоже давайте «Нет» добавим. Далее, стоп-слова я ничего пока указывать не буду, потому что здесь желательно, конечно, составить большой список стоп-слов, как в «Тайтле», так и в «Урле», все-таки, вот, укажем 500, как я и говорил, символов, страницы не проиндексированы, но с главной страницы сделаем, не знаю, две недели пусть будет, а с внутренней страницы, ну, дней пусть будет, туда заходят роботы обычно, на внутреннюю страницу обычно роботы заходят реже, поэтому, ну, укажем, не знаю, 20, нужно следить за этим постоянно, то есть ручные режимы нужно постоянно отлаживать, если у вас закупка ссылок идет медленно, да, не так, как мы хотим, нужно залезть в ручные режимы, посмотреть, почему это может происходить, то есть, если мы настроили сложные параметры ручных режимов, естественно, ссылки будут закупаться длительное время, а может быть и не будут вовсе, если укажете, например, срок регистрации домена в 365 дней, да, все, жмем сохранить, как, и называем этот фильтр, фильтр съема, фильтр съема, так я его и назову, потому что я буду пользоваться одним фильтром съема, все, фильтр съема успешно сохранен, сейчас нас обновит, система переведет опять же на страницу с настройкой фильтра съема, и мы будем его применять. Давайте еще поговорим о фильтрах, простановке фильтров съема, вообще в целом, зачем же это нужно, зачем, каким проектом это применять, ну, собственно, чуть-чуть подробнее расскажем о том, о чем я говорил в начале сегодняшнего вебинара. Как я говорил, создаем мы очень много, нам необходимо создавать каскад фильтров, не нужно создавать один фильтр, это основная ошибка пользователя системы, когда пользователь решает, что ему достаточно одного фильтра, этого бывает в большинстве случаев недостаточно, даже фильтры по таким проектам, как без анкорка, можно разбавлять тематикой, да, то есть добавлять еще тематические какие-то фильтры туда, то есть даже такие простые фильтры, как казалось бы, без анкорка требуют, опять же, создания нескольких фильтров. К сожалению, что-то до сих пор системы, что-то очень долго это происходит, вот так вот мы ускорили. Вот, собственно, перейдем к практике, да, применяем опять ко всем нашим ключевым запросам, выбираем «изменить режим на ручной» и жмем «применить», все, у нас теперь применились и ручной режим, и съема, и простановки. Что нам еще необходимо сделать в системе перед тем, как запустить проект, перед тем, как вообще, собственно, стартовать? Я вам рекомендую проверить ссылки, то есть еще одна оговорочка, по течению нашего вебинара я буду касаться не только ручных режимов, но и каких-то дополнительных настроек, дополнительных рекомендаций, они действительно иногда нужны и облегчают в дальнейшем как продвижение, так и, собственно, в вашу жизнь. Поэтому давайте посмотрим, переходим, как посмотреть вообще, что такое, какие типы ссылок у нас есть, как посмотреть тексты ссылок и так далее. Все эти параметры мы можем посмотреть на этой же вкладке на шаг 4 «Простановка». Вы видите таблицу, в которой присутствует ключевой запрос, режим, соответственно, который мы выбрали, и три типа, три столбца ссылки, блоги, объявления. Собственно, это и есть тексты наших объявлений. Кликаем на тексты, и мы видим, что система нам сгенерировала довольно большое количество текстов. Вкратце лучше пробежаться по этим текстам, посмотреть, почему? Потому что генерирует тексты робот, тексты генерируются на основе часто встречающихся текстов в системе, соответственно, может быть, какие-то тексты вам не подойдут. Далее мы можем добавить новые тексты ссылок, это нам нужно, чуть попозже буду рассказывать о безанкорке и, собственно, расскажу для чего и как это делать. И мы можем воспользоваться генератором ссылок, то есть мы здесь можем указать количество ссылок, указать тип этих ссылок, чистый или разбавляющий. И в случае, если нам необходимо заменить те ссылки, которые у нас уже есть, мы можем нажать вот эту галочку. Готово. Собственно, посмотрели, проверили, запускаем проект. Давайте теперь перейдем к практическим каким-то проектам и рассмотрим вообще, что нам мешает, что обычно мешает пользователям продвигать сайт в поисковых системах. Во-первых, вернемся к прошлому вебинару и вспомним, что такое у нас частотность и вообще, что это за понятие и для чего оно нужно. Итак, частотность запроса – это количество, сколько раз данный запрос запрашивается в поисковой системе. Частотность можно посмотреть в Wordstat Яндекса. И многие очень задают вопрос, сколько для моей тематики частотность – это минимальная, ой, низкочастотный запрос, какое количество запросов в месяц, среднечастотный, высокочастотный. Таких вопросов очень-очень много. Хочу сказать то, что как таковой частотности определенного понятия количества запросов нету, потому что у нас также присутствует, во-первых, конкурентность в каждой тематике и соответственно, сама тематика. Если мы возьмем, например, купить кондиционер, особенно это касается какого-то летнего периода или весеннего периода, у нас будет очень много запросов. Возрастает очень-очень быстро конкурентность и частотность запроса соответственно составляет довольно много тысяч запросов в месяц. Если мы возьмем какой-нибудь запрос типа купить бульдозер, то там частотность, высокочастотные запросы будут отличаться от купить кондиционер. Почему? Потому что в принципе бульдозеры нужны не многим людям, да, их запрашивают только какие-то определенные люди под определенные нужды, именно купить бульдозер. Вот, и соответственно, но там высокая конкурентность, то есть конкурентность этого запроса очень высока. Почему? Потому что бульдозеры тоже есть не у всех, и соответственно эта ниша очень сильно занята, поэтому помимо частотности необходимо обращать внимание на конкурентность, это очень важный момент. Но очень и очень грубо можно разбить частотность на три такие группы. Низкочастотные запросы – это запросы, которые запрашивают до 100 раз в месяц, очень, опять же, условно. Среднечастотные – это от 100 до 2000, и высокочастотные – это все, что выше 2000. Но как я уже и говорил, не всегда низкочастотные и среднечастотные означают маленькую конкуренцию в основной поисковой выдаче. Далее, какие у нас присутствуют основные грабли при продвижении сайта? Это слабая внутренняя оптимизация сайта, это попытка продвинуть большое количество запросов на одну страницу, то есть в принципе для большинства страниц 100 запросов – это довольно много. Я могу понять, если это страница каталога, туда может ввести запросов 20-30, но когда у человека я вижу, что в проекте 100-150 запросов все ведут только на главную, это, мне кажется, все-таки небольшой перебор, нужно все-таки запросы ввести и на другие страницы сайта. Далее, отсутствие перелинковки. По поводу перелинковки, скорее всего, у некоторых возникли вопросы – что это такое, что это за слово интересное такое? Ну перелинковку, с ней все сталкивались, например, посещая ту же самую Википедию. Когда мы переходим на страницу с Википедии, мы в тексте, соответственно, статьи видим какие-то ссылки на другие статьи, это и есть внутренняя перелинковка сайта, она ведет не на какие-то другие источники, а на другие страницы сайта. И очень хороший пример с Википедией, почему? Потому что большинство из нас, заходя на Википедию, например, посмотреть, что такое видеокамера, что такое молоток, не важно, тратят там порядка двух-трех часов, смотрят, что такое, не знаю, когда закрываешь этот сайт, понимаешь, как вообще работает, не знаю, молекулярный, что-то на молекулярном уровне, да. Почему? Потому что у них грамотно настольна перелинковка. И вот как раз такое нужно иметь на своем сайте. Это увеличивает в том числе и поведенческие факторы. То есть пользователь на вашем сайте остается более длительное время, он переходит на внутренней страницы, он видит остальные ваши товары, он видит остальные ваши услуги. То есть ему становится интересно, он кликает, переходит ищет. То есть он не замкнут на одной странице и потом с нее не уходит, он переходит на какую-то другую. Неуникальный контент в продвигаемой странице – это тоже, я об этом постоянно говорю, это очень-очень плохой фактор, когда на странице не уникальный контент, старайтесь постоянно уникализировать контент, старайтесь его переписывать, может быть, если у вас контент довольно старый, да, несмотря на то, что вы писали его сами, он уже может быть не уникальным, поэтому лучше его, конечно, рерайтить или переписать заново, ну, то есть написать заново. Таких случаев очень-очень много, пользователи обращаются с тем, что говорят, вот у меня сайт не продвигается. Я им в ответ говорю, ребят, у вас не уникальный контент на странице, это негативный фактор, и пользователь обычно отвечает в то, что я сам писал данный контент, три года назад я его сам написал, как же он может быть не уникальный, если я его написал. Здесь у нас вступает в силу такая штука, как пока еще не до конца идеальный, скажем так, алгоритм поисковых систем, то есть проблема в интернете – это определение первоисточника, поисковая система пока еще не умеет определять качественно первоисточник текста, поэтому в данном случае я чуть подробнее расскажу попозже, как защитить свой контент в системе Сеопульт. Пока же перейдем дальше. По продвижению низкочастотных и среднечастотных запросов поговорим. Что здесь нужно, к чему здесь нужно стремиться? В первую очередь нужно стремиться к тому, что не делать простыней текста. Что это такое? Видели, наверное, многие, когда переходишь на сайт пользователя, не знаю, какого-нибудь туроператора, они довольно часто это любят делать, и видишь статью о каком-то курорте, которое написано, там, листаешь мышкой вниз, листаешь, 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 и один текст, буковки, 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 буковки и буковки. Ничего интересного нет, никаких фотографий, никаких диаграмм, ничего абсолютно, одни буковки. Такой текст утомляет, мы хотим отдохнуть, полететь, где-нибудь искупаться в море, а нас заставляют читать. Мы этого не хотим делать, мы хотим купить тур сейчас и полететь. Вот, поэтому не нужно этого делать. Дальше. Необходимо писать текст все-таки для пользователей, для ваших, не SEO-текст, потому что вопрос в таких, опять же, море, люди спрашивают до сих пор, сколько нужно вхождений на страницу, продвигаемую по такому-то запросу. Да нет параметров вхождения, нет такого сейчас уже какого-то процентного соотношения вхождений, да. Сейчас текст должен быть красивым, интересным пользователю, это раз, а во-вторых, вхождения должны быть грамотно осуществлены в текст, то есть не должно читаться как продвижение низкочастотных запросов, купить iPhone и среднечастотных запросов, да. Это выглядит очень некрасиво, соответственно, ваш текст должен быть довольно интересным и качественным. Далее, не нужно выделять все запросы тегами выделения, то есть часто заходишь на страницу сайта, а там все тексты, все ключевые запросы выделены балдом. Это неправильно, нехорошо, и опять же этого делать не нужно, поисковая система, как и пользователи это не любят. Вот пример страницы, к которой нужно, скажем так, стремиться. В первую очередь это заголовок H1 идет, он у нас чуть не поместился на слайд, съехала, прошу прощения, презентация, но в той презентации, которую мы вам отправим, он будет присутствовать. На странице заголовок H1 должен присутствовать только один раз, то есть не нужно использовать для каждого заголовка текст-заголовка первого уровня, да, H1. Остальные заголовки можно использовать, как вы здесь видите, H2, H2 и там, и так далее, да. Что здесь еще есть интересного? Смотрите, как она разбита эта страница, идет заголовок, идет небольшой текст, далее идут дополнительные какие-то материалы, то есть это как раз перелинковка, там, кликаешь куда-то, переходишь, и здесь какая-то картинка идет, это как один из примеров частный случай. Вот, естественно, это хорошо, это красиво, и пользователя не утомляет большое количество текста на странице. Далее, высокочастотные запросы, давайте посмотрим, что нам требуется для продвижения высокочастотных запросов. Здесь возникает очень много вопросов по поводу того, что я вот создал сайт и хочу продвигаться по высокочастотным запросам. У меня же впереди мой сезон, да, вот лето, я хочу встать по запросу туры, там, не знаю, или путевки, отдых, по таким запросам хочу встать в топ. Ну, если только создал сайт, то этого, во-первых, не получится, если получится, может быть, в каких-то идеальных случаях это может пролететь, попробовать, может быть, кому-то повезет и получится, да, но в большинстве это не работает. Почему? Потому что поисковые системы доверяют сайтам, которые находятся уже в выдаче поисковой, находятся в топе довольно давно. Если сайт уже 10 лет находится в выдаче, я создал свой сайт и лезу. Скорее всего, мой сайт не будет таким же качественным, как тот, потому что пользователи его любят, поведенческий фактор у него хороший, сайт замечательный и классный. Вот. Далее второй момент. Это у нас идет то, что огромное количество переходов появляется. То есть если мы стоим в топе по высокочастотной тематике, может быть, мы просто не справимся с таким количеством заказов. Если я продаю, например, я приводил примеры на прошлом вебинаре, не знаю там про что, ну давайте возьмем пример. Я вижу детские свитера, я связал, сколько я за день могу связать? Ну, два-три свитера, может быть, очень опытная бабушка свяжет, я не знаю, четыре-пять, я не знаю, прям суперменом надо быть. Может быть, кто-то может подругу попросила, вдвоем сели. Пять свитеров в день, а у тебя заказов пятнадцать в день. Что делать? Выстраивать очередь? Выстраивать очереди любят какие-то крупные сейчас гиганты, да, типа Apple, Microsoft и так далее на свои товары. Но в целом же ко мне вряд ли будет такой большой спрос и люди будут ждать свитера, они закупят просто у кого-то другого этот свитер и все. Вот поэтому здесь нужно оценивать, что и как и зачем вообще нам это нужно или нет, справимся мы с этим или нет. Давайте посмотрим три основных золотых, скажем так, правила. Первое – это грамотно составить семантическое ядро. От этого многое зависит и в прошлом вебинаре мы подробно рассказывали, как это делать. Далее – оценить все за и против продвижения высокочастотных запросов. Собственно, мы только что несколько факторов разобрали. Опять же, один еще из факторов – это цена, то есть это будет дорого. Третье – здесь необходимо очень и очень быть внимательным к любым мелочам. Высокочастотка очень и очень любит как бы мелочи, да. На это стоит очень обращать большое внимание. Далее – несколько советов. Если вы уже подошли к тому этапу, когда вам пора продвигать высокочастотные запросы, ваш бизнес уже разросся до довольно большого уровня, вам необходимо продвижение высокочастотных запросов. Посмотрим, что здесь необходимо делать. Первое – это продвигать высокочастотные запросы необходимо не только ссылочным методом. То есть здесь необходим директ, здесь необходим смм, здесь необходима какая-то баннерная реклама, прошу прощения, не баннерная реклама, а контекстная реклама, например, в том же Гугле и так далее. То есть продвигать нужно массово, создавать некую большую такую рекламную кампанию. Далее, если мы работаем в системе Seapult, что нам необходимо делать здесь? Ну, во-первых, часть силочного бюджета необходимо закупать через технологии Seapult Plus или Seapult Max. Как я уже ранее говорил, эти технологии позволяют покупать очень качественные ссылки, а так как у нас высокочастотка любит мелочи, то, соответственно, самое время как раз задуматься о подключении этих технологий. Далее, часть силочного бюджета создать собственным каскадом фильтров. Здесь хочу оговориться, если вы только сейчас начинаете продвижение, то сразу же не нужно создавать большой каскад фильтров. Я бы на вашем месте поступил следующим образом – запустил проект основной с автоматическими режимами, а какой-то небольшой проект создал с работой и начал бы в нем работать с ручными режимами. Почему? Потому что обычно к высокочастотным запросам переходят где-то минимум через полгода. И как раз за полгода каких-то экспериментов над этим проектом в ручных режимах вы более-менее освоитесь с работой ручными режимами. То есть на это, естественно, нужно время. И, соответственно, к тому времени, как вы захотите и будете готовы продвигать высокочастотные запросы, вы уже будете более-менее разбираться в настройке ручных режимов. Поэтому в данном случае не стоит торопиться, а просто начать экспериментировать и пробовать. Далее, что делаем? Постоянно следим за уникальностью контента. Об этом я буду говорить и говорю все время. Об этом я буду говорить опять же в следующем вебинаре, потому что уникальность контента – это очень и очень важный фактор. Ну и опять же, такая небольшая оговорочка. При формировании каскада фильтров необходимо изучить внешние ссылки конкурентов. Здесь все-таки необходимо обратить на них внимание, посмотреть, как двигаются ваши конкуренты, так как мы часть запросов будем все-таки использовать в своем, продвигать собственным каскадом фильтров. Далее, вот здесь уже начинаем подключать практику, в практическую часть ручные режимы, продвижение в регионах. Давайте разберемся, как это нам делать. Ну, во-первых, нам не нужно стремиться продвинуться по всей России. Как я обычно шучу, вся почта России не может работать по всей России, соответственно, и нам не нужно этого. Если мы брали пример со свитерами, мы вяжем 4-5 свитеров, неужели мы не найдем клиентов в нашем родном городе или в каких-то ближайших городах, вот, поэтому по всей России стремиться не стоит. В данном случае достаточно выбрать основные несколько регионов и начать продвигаться. Далее, оптимизировать сайт под наши регионы необходимо, то есть нам в данном случае не пойдет просто сайт с одной страничкой под все регионы, в данном случае это будет работать плохо, поэтому нам необходимо либо создать какие-то страницы для каждого региона, либо создать сайты на поддоменах для региона. Ну, возьмем пример продвигаемый test.ru, да, условно говоря, сайт, хотим его продвигать в Петербурге, пишем, создаем новый домен spb.test.ru и на нем, собственно, разворачиваем сайт по Петербургу, той же тематики, наш, соответственно, второй сайт, ну и так далее. Опять же, если мы указываем какие-то телефоны на региональных сайтах, необходимо указывать реальный адрес сайт телефона, прошу прощения, потому что поисковая система Яндекс может проверить тот телефон, который указан на сайте, они могут позвонить и сделать пробный заказ. Если по данному номеру никто не отвечает долгое время, либо просто берет трубку непонятный мужчина или женщина, то, соответственно, это будет применено к сайту и будут возложены какие-то санкции, поэтому этого делать не стоит. Соответственно, стоит ознакомиться, что нам сам Яндекс говорит о том, о продвижении в регионах, вообще на самом деле на данном ресурсе help.yandex.ru есть очень и очень много вопросов, на которые вы сможете найти ответы, если еще использовать seapult.tv, если еще использовать FAQ, частые вопросы и ответы, инструкцию системы нашей seapult, то вы найдете просто огромнейшую, откроете для себя огромнейшую базу, в которой вы сможете найти, ну, я не знаю, на какие вопросы, там нельзя найти ответ. Вот, поэтому используйте все эти методы для увеличения вашей базы знаний. Дальше, переходим дальше, при продвижении в нескольких регионах нам нужно выбрать, соответственно, регион seapult. Под каждый регион создаем свой проект, это если мы говорим о продвижении в нескольких регионах. Создаем один общий проект, в котором для нашего сайта, соответственно, в котором подбираем геонезависимые запросы. Далее указываем регион при создании сайта, соответственно, и указываем дополнительный регион. У нас в системе есть возможность указания дополнительного региона, я вам покажу, где это находится, и, соответственно, его тоже стоит указать. Далее указываем в качестве релевантной страницы ту страницу, которая релевантна все-таки в этом регионе. То есть если мы продаем тапочки в Москве, а в Петербурге мы продаем джинсы, нам нужно указывать, соответственно, страницу с джинсами. Если мы хотим продавать в Петербурге тапочки, нам нужно оптимизировать эту страницу под Петербург, и, соответственно, указать ее в качестве релевантной только после этого. В анкор-листах, как я уже показывал, где они находятся, нам необходимо в разбавочных текстах добавлять регион, то есть пишем ссылки, добавляем в них регион, купить тапочки в Москве, купить джинсы в Санкт-Петербурге. Переходим дальше. Безанкорное продвижение. Я сейчас проговариваю просто теорию, в дальнейшем перейду, соответственно, хотя давайте сразу начнем, чтобы это не откладывать в долгий ящик, начнем сразу об этом говорить. Итак, у нас первое было, напомню, это было выбор региона в системе Сеопульт, соответственно, с каким образом мы это делаем? Мы переходим в профиль проекта, мы заводили все с вами уже проекты, так как мы с вами знакомы уже не первый, скажем так, день, не первый вебинар, указывали основной регион, да, вот он видно. Далее мы можем указать дополнительный регион в специальных настройках, жмем добавить и пишем Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, система нам, соответственно, показывает, что в Санкт-Петербурге такой регион есть, и, собственно, мы его добавляем. Все после этого сохраняем, окей, дополнительный регион добавлен. Так, что здесь еще у нас есть интересное, при генерации я говорил о том, что нам необходимо иногда генерировать разбавочные тексты, соответственно, и тексты с окружением, дальше я буду говорить про безанкорку, там нужны тексты с окружением, соответственно, что мы здесь делаем? Мы находим такую строку, как тип анкоров, по умолчанию стоит без окружения ссылка, мы его изменяем, я просто уже его изменил, так как настраивал кое-что. Изменяем на с окружением. Что это значит? Давайте посмотрим вживую на простом самом примере, который мы можем посмотреть. Переходим на вкладку «Простановка», кликаем на вкладку «Объявление» и видим, что у этого объявления присутствует окружение. Сейчас, секундочку, неудачно кликнул, вот окружение вы видите, да, вот он анкор, прошивка iPhone 3G, то есть это сама ссылка, анкор переводится как якорь, и это как раз является самой ссылкой, если вы смотрели мои предыдущие вебинары, я об этом как раз рассказывал, а вот это вот все является окружающим текстом. Вот, довольно интересная и нужная штука. Сейчас мы с вами будем говорить, перейдем дальше и будем говорить про безанкорку, про безанкорное продвижение. Что это такое? Во-первых, расскажу, как это сделать, а в дальнейшем мы перейдем с вами и сделаем это вместе. Создаем ручные режимы закупки ссылок. Здесь мы создаем, нас интересуют только ссылки или блоги, то есть объявления мы здесь не используем. Далее указываем в параметрах любые какие-то параметры, но не очень жесткие, нам не нужны жесткие параметры для этого. Ну и далее, если мы хотим как-то усложнить каскад фильтров наших, мы добавляем тематику, да, добавляем тематические фильтры. Вот, каким образом мы настраиваем анкор-лист? Анкор-лист мы настраиваем следующим образом. В качестве текста ссылки мы используем сайт, адрес сайта, местоимение, может быть, какое-то наречие. Давайте рассмотрим примеры. Нашел материалы по пирсингу здесь, очень много полезной литературы на сайт.ру и так далее. То есть видите, в качестве анкора у нас используются слова здесь, сайт, на нашем сайте найдете. Вот, добавляем только разбавочные тексты в анкор-листе, соответственно, что мы делаем. И указываем соотношение закупки, после этого мы уже можем запустить проект. Посмотрим, как это делается вживую. Давайте. Каким образом вообще работает нам с текстами ссылок? Новый текст мы можем написать, соответственно, вот в этом поле, это на вкладке «Простановка», если кто упустил этот момент, пропустил. Кликаем на тип ссылки, ну выберем, например, первый же тип еще раз. Далее нас интересуют только разбавочные тексты, соответственно, что мы делаем? В новых текстах мы пишем, например, у нас в темате, как я говорил, сообщество по технике Apple. Мы здесь пишем «Найти свежие новости об Apple». Вы можете, а дальше вставляем ссылку, соответственно, я прошу прощения, вставляем, и вот здесь пишем слово «тут». Что делаем после этого? После этого выбираем «Разбавляющие тексты», заменим все тексты, которые у нас уже были сгенерированы, то есть кликнем вот так и нажмем «Добавить». Видим, что у нас здесь появился новый текст «Обли найти свежие новости об Apple» вы можете тут. Добавлять несколько, соответственно, текстов сейчас смысла не имеет. Тратить ваше время этим, я думаю, что не стоит. Вы поняли, как это работает, уже показал несколько примеров. Далее, как нам это, собственно, к этому проекту это все применить. Опять же, на шаге 4 – «Простановка». Мы указываем фильтр, я его уже создал без анкорка. Давайте посмотрим, из чего, собственно, состоит этот фильтр, какая его настройка. Переходим в «Ручные режимы», «Простановка», «Без анкорка». Мы здесь можем нажать клавишу «Редактировать», кнопку «Редактировать». После этого мы, соответственно, перейдем на страницу, где у нас этот фильтр заполнен, и попробуем его отредактировать. Выбираем, как я уже говорил, мы тип ссылки. Далее, ссылочная биржа нам не важна, тип только «Разбавляющие тексты». Ну, Tits там от 10, PR главный от единицы поставить. Такие довольно простые настройки, в принципе, нам это и не важно. И в индексе хотя бы по 50 страниц. В каждой поисковой системе наличие в Яндекс-каталоге в ДМОЗе нам абсолютно никакого значения в данном случае не имеет. Не нужно просто это. Уровень домена опять же не важно. День рождения сайта, ну, 6 месяцев поставим срок после создания, срок жизни, соответственно, сайта. Здесь мы можем также добавить категории. Давайте добавим категории. Посмотрим, как это живу работает. Во-первых, если это сообщество об Apple, то, соответственно, здесь есть интернет. Здесь есть дом и семья. Что здесь еще есть? Азартных игр здесь нет, безопасность, бесплатная, бухгалтерия. Ну, давайте добавим компьютеры, так как это есть на самом деле. Далее, может быть, добавим игры, потому что обзоры игр там тоже присутствуют. Что еще? Мобильная связь, естественно, добавляем, да, можно добавить моду. Ну, хватит. Все, мы настроили наш ручной режим. Может быть, еще внешние ссылки добавим чуть-чуть, да, и в индексе Яндекс добавили. Вот, далее мы его сохраняем, а срочку запуска мы здесь, соответственно, как вы видите, не поставили, потому что мы его будем сейчас прям сразу применять к нашему проекту. Дальше переходим, жмем «Проекты в системе», чтобы увидеть весь список, соответственно, наших проектов. Переходим сразу же на вкладку «Простановка», отсюда это очень удобно и ускоряет наше время. Далее вы видите, соответственно, этот мы делаем 0, а этот мы делаем 100%, то есть этот проект у нас будет продвигаться только по безанкорке. Жмем «Применить», «Применено», видите, второй фильтр пропал, собственно, это нам, это очевидно, мы его отключили. Однако, в данном случае необходимо будет исправить все, изменить все тексты ссылок, то есть переходим на каждый текст, кликаем, вот эти все тексты, соответственно, мы удаляем, ну и оставляем какой-то один, все удаляем, они нам вообще не нужны, с чистыми вхождениями нам тексты совсем не нужны, но один оставим, потому что он должен быть один все-таки, какой-то должен быть. Окей, удалили. Все, теперь в разбавочный текст постоянно добавляем вот такие похожие ссылки, и делаем это для всех слов, для всех типов ссылок, ну вернее, здесь мы используем только для ссылок или блогов. Вот, так как при настроенном фильтре мы используем только тип ссылки, поэтому достаточно нам будет сделать это только в одном столбце для всех, соответственно, наших ключевых запросов. Все, после этого мы запускаем проект, переходим на запуск SEO-компании и запускаем, соответственно, наш проект. После этого система начнет закупать ссылки таким образом, что в качестве текста ссылки у нас будет стоять безанкорная ссылка, то есть здесь вы можете купить что-то, здесь интересная информация по чему-то и так далее, крайне удобно и интересно. Дальше, хочу отметить то, что результат полностью зависит от вас, абсолютно полностью результат во всем продвижении зависит от вас, почему, потому что в данном случае вы настраиваете ручные режимы исходя из своего личного опыта, в данном случае вам необходимо создавать, как бы изучить, скажем так, рекомендации, которые давал я, которые вы можете получить соответственно в других уроках на нашем канале Сиапульт ТВ, и исходя из этого, начать эксперименты после какого-то времени, когда вы начнете чувствовать, скажем так, ручные режимы, вам необходимо их уже как-то вживую применять. Вот, что еще хочу сказать, да, мы с вами не поговорили о сохранении контента, давайте на минуточку остановимся и поговорим, что это такое. Я сейчас открою это сообщество, потому что мы будем примеры брать с него, а потом задам вам несколько интересных вопросов, на которые, может быть, в дальнейшем, к сожалению, вы сейчас живу и мне сразу же голосом не сможете дать ответ, но я сам, собственно, на них вкратце отвечу. Итак, что у нас есть для того, чтобы сохранить контент и каким образом мы это делаем? В первую очередь, защита контента может делаться скриптами, да, очень многие пользователи ставят скрипты на свой сайт и в итоге защищают его от копирования контента. Это не всегда удобно, почему? Потому что иногда мне нужна информация вот здесь и сейчас скопировать ее и предоставить либо моему какому-то другу, да, рассказать о ней, либо просто если я еду куда-то, то мне со страницы контактов хочется скопировать ее. Многие ставят эти скрипты вообще на все страницы сайта, в общем, крайне неудобно. Далее есть методы у Яндекса, это сохранение вебмастера, сохранение уникальности контента. Сервис хороший, но не факт, что ваш контент все-таки будет первоисточником. Почему? Потому что в данном случае Яндекс этого не гарантирует. Итак, что мы делаем в системе SEO-пульт? Возвращаемся опять же на управление проектами, создадим новый проект, SEO, защита контента назовем, да, или уникальность, так его и назовем. Укажем сайт .ru. Все, переходим далее. Окей. В данном случае нам необходимо вернуться в профиль проекта и указать в качестве текстов, чтобы нам тип анкоров генерился с окружением. Ой, прошу прощения, здесь наоборот, без окружения, т.е. тексты ссылок генерируются без окружения, у нас весь текст ссылки является анкором. Переходим дальше, переходим на шаг слова. В данном случае нам достаточно добавить шаг в качестве слов, любые слова, например, один, два, три, четыре и пять. Это зависит от количества каскадов, от количества страниц, на которых нам необходимо сохранить уникальность. Переходим далее. Окей. В данном случае мы игнорируем полностью соответственно релевантные страницы, которые нам предлагает система, потому что по ключевым запросам 1, 2, 3 вряд ли кто-то будет продвигаться. И копируем ту страницу, которую мы хотим в качестве релевантной, которую мы хотим соответственно… Так, секундочку, копируем без имени домена ту страницу, на которой мы хотим сохранить контент. Добавили, переходим далее. Опять же, на данном этапе по стоимости мы игнорируем полностью, во-первых, все рекомендации системы по оптимизации, потому что мы все-таки создаем проект не с целью продвинуть наш сайт, а с целью защитить контент. И опять же, по бюджету, видите, да, по запросу 1 предлагает 32 тысячи рублей, это естественно, что будет дорого, потому что запрос высокочастотный, но нам этого не нужно, мы ставим здесь какой-нибудь, например, 25 рублей, пока мы занимаемся только первым словом, я покажу на примере одной страницы. Переходим далее. Все мы сделали, да, у нас сейчас система сгенерирует тексты ссылок, в данном случае мы делаем каким образом, секундочку, она сгенерирует нам что-нибудь, в данном случае мы в качестве текстов ссылок берем и копируем какие-то основные моменты с нашего сайта, например, вот предложение первое скопировали, сейчас секундочку, ну давайте покажу на примере, сейчас секундочку, одну систему генерирует тексты ссылок для слова один, их может быть довольно много, потому что бюджет у нас составляет 32 тысячи рублей, поэтому в данном случае в качестве текстов ссылок мы добавляем тексты из, соответственно, нашей страницы, берем предложение, копируем его, добавляем в текст, соответственно, вот, отлично, сгенерировалось, мы оставляем, мы не работаем с чистыми вхождениями, работаем только с разбавочными текстами, соответственно, все их мы удаляем, их довольно много, видите, у нас появилось, но оставим пока только один, потому что система не даст их все удалить. Дальше мы скопировали, соответственно, наш абзац, какое-то наше предложение на сайте, мы его вставляем сюда. Обращаю внимание, что здесь можно в качестве текста для одной ссылки внедрять текст не более чем со ста символов, то есть длина одной ссылки должна составлять не более ста символов. Вот, поэтому добавляем это все, в данном случае добавляем, выбираем тип разбавочные, жмем заменить, так как нам этот текст не нужен. Раз, секундочку, здесь более ста символов получилось, видите, ничего страшного, мы удаляем какой-то текст, например, этот добавляем, все равно более ста символов. Вот сейчас все прошло. Вот, мы видим, что в качестве текста ссылки нашей будет использоваться вот такой вот интересный текст с нашей страницы, и, соответственно, делаем таких ссылок несколько, добавляем сразу несколько текстов, ну, для этой статьи, ну, для статьи в среднем, если по 100 символов, то для 500, для статьи из 500 символов нам достаточно добавить 4-5 текстов. Вот, добавляем, ну, давайте не будем заморачиваться, писать очень много текстов, опять же, длинный получился, составим несколько текстов, главное понять принцип, как это работает. Вот, добавили. Переходим далее, переходим, нам необходимо применить ручной режим. Почему? Потому что в автоматическом режиме система сама определяет то соотношение чистых и разбавочных вхождений, которые необходимо покупать. В данном случае нам нужно, чтобы у нас покупались только разбавочные тексты, поэтому нам необходимо применить ручной режим. Жмем на настроить ручной режим, и мы видим, что у нас здесь есть какие-то варианты, но они нам, в принципе, не подходят, ну, можно какой-нибудь простой. В данном случае делаем простой, выбираем тип ссылки, тиц поставим там от 10, PR главное нам абсолютно не важно, в индексе, ну, добавим давайте в индексе, я не знаю, там, пусть будет 10 страниц, это совсем мало, но опять же, нам это не важно, потому что в данном случае нам не важно качество ссылки, нам важно, чтобы поисковая система проиндексировала ссылку с текстом с вашего сайта. То есть как это происходит? Поисковая система видит, что на каком-то сайте размещена ссылка с текстом, непосредственно взятым с вашего сайта и, соответственно, он ведет на ваш сайт. То есть таким образом вы показываете поисковой системе, что вы являетесь первоисточником. Данный проект нужен всего лишь для, на один месяц сделать обычно, то есть когда ссылки проиндексируются, его можно удалять, но удалять его я не рекомендую, я рекомендую оставить, почему? Потому что все настройки, которые мы провели, все ручные режимы, мы это все сохраним, мы будем изменять только текст и ссылок, то есть это сэкономит нам в дальнейшем время. Итак, что мы здесь еще сделаем? Ну, можем добавить доменные зоны, добавим доменные зоны ру.com.rf, может быть там украинский, если кому-то интересно, да, стоимость опять же нам неинтересна, пейджер нам неинтересен. Все, сохраняем фильтр, назовем его уникальность тоже, как и проект, уникальность. Чтобы в дальнейшем нам не запутаться, у нас будет создаваться, вот сейчас на ваших глазах у нас уже создалось два фильтра, безинкорг и уникальность, да, поэтому в данном случае, если бы мы назвали фильтры один и два, мы бы уже путали, какой фильтр все-таки к чему подключать. Вот, фильтр создали, отсюда же сразу переходим в проекты системе, либо мы можем подключить их непосредственно из самого фильтра, я это уже показывал, переходим в проект уникальность, вкладка простановка, жмем настроить ручной режим, сейчас он у нас здесь отобразится, опять же обращаю внимание, что в данном случае мы закупаем только ссылки и закупаем только разбавочные тексты, нам не нужны чистые вхождения, но разбавочные тексты покупаем без окружения, то есть нам важно, чтобы текстом ссылки непосредственно анкором был тот текст, который мы взяли соответственно со страницы нашего сайта, который мы хотим сохранить. Вот, дальше после уникальности, после обновления, прошу прощения, выбираем 100%, да, то есть у нас к этому проекту будет получен только один ручной режим, жмем применить, все, далее выбираем все запросы, ну в данном случае не все, а один только, да, потому что остальные мы еще пока не настроили, и жмем применить. Все, переходим на запуск SEO, окей, он нам говорит о том, что у нас есть еще возможность настроить на вкладке «Простановка» какие-то моменты, в данном случае нам это не надо, и мы переходим просто к шагу запуска SEO. Что мы здесь делаем? Мы здесь видим, что в качестве релевантной страницы у нас указана та страница, в которой мы хотим сохранить уникальность контента, и тексты мы с вами уже написали. Вот, в данном случае по бюджету, в целом, в среднем очень цена ссылки будет колеблется там от 3 до 5 рублей по самым-самым легким параметрам. Поэтому здесь мы исходим из простого расчета, если у нас текст небольшой, нам достаточно закупки пяти ссылок, поэтому бюджет нам достаточно поставить минимальный, 25 рублей на слово. Если же у нас текст побольше, например, 2-3 тысячи символов на странице, соответственно ставим бюджет, исходя из соображений увеличения, да, то есть у нас будет больше текстов ссылок, и соответственно нам нужно больше закупить ссылок. Вот, мы все сделали, после этого выбираем, соответственно, тот ключевой запрос, по которому у нас все готово, ну лучше уже настроить все сразу и запустить. И жмем запустить, выбираем на вкладке с отмеченными запуск продвижения слов и нажимаем применить. После этого система начинает закупать ссылки. Вот, но как я уже сказал, этот проект достаточно держать, ну в среднем один месяц, после того как ссылки проиндексируются, мы покажем поисковой системе, что мы являемся первоисточником по данной статье, и этот проект можно останавливать. Удалять его не рекомендую, потому что иногда приходится пользоваться этим несколько раз. Вот, я думаю, что на этом я рассказал довольно подробно и рассказал уже все, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, Сергей, если появились какие-то вопросы, я буду рад на них, соответственно, ответить. Руслан, действительно вопросы есть. Итак, вопрос от Ильи. Прописал в ручном режиме фильтры простановки список доменов первого уровня, на которых закупать ссылки. Указал только русские домены, некоторые международные, то есть ru, rf, com, network. Но среди закупленных ссылок все равно попадаются ссылки с доменов UA, KZ и buy. Почему так происходит? А здесь, скорее всего, ситуация следующая. Во-первых, данная ситуация чаще всего происходит в тех случаях, когда ручной режим подключаешь не сразу, не с моментом запуска проекта. Несмотря на то, что это не вечные ссылки, я видел ссылки, которые стоят еще с 2009-2010 года. То есть есть очень качественные ссылки, они стоят довольно долго. Соответственно, если в данном случае вы настроили проект простановка, да, ручная простановка, прошу прощения, ручной фильтр простановки и применили его после того, как система закупила ссылки. Соответственно, эти все изменения будут касаться только вновь закупленной ссылочной массы. Старая закупленная ссылочная масса будет потихонечку отваливаться, если будет портиться ее качество. Вот. И в данном случае, скорее всего, и так и произошло. То есть у вас были качественные ссылки закупились на доменах украинских, да, на каких-то других доменах. А после установки ручного режима простановки данные ссылки не отвалились просто потому, что они пока еще качественные. Вот. И сразу же менять их не имеет смысла, то есть если у вас проскальзывает это, иногда ничего страшного. Почему? Потому что интернет, по сути, не имеет границ. И сразу же искать ссылки, которые мы закупили раньше, да, вот я решил, узнал сегодня, что, оказывается, можно закупать ссылки с доменов.ру.рф. Дай-ка я сразу удалю все ссылки, куплю новые. Так делать крайне не нужно, категорически нельзя. В данном случае необходимо настроить, может быть, ручной режим, да, который у вас, по которому будут закупаться ссылки с определенным доменом зон, но при этом оставить старые ссылки, потому что они со временем сами уйдут, а новые закупаться уже будут исходя из этих настроек, да, либо очень плавно руками это удалить. Но я все-таки не рекомендую ручную это делать. Фильтр съема у системы очень хороший, за качеством мы постоянно следим. И, соответственно, в данном случае просто нужно подождать, когда ссылки будут сняты и на их место уже закупятся новые из указанных вами доменов. Илья задает вопрос, Теруслан, чем отличается способ удаления ссылок ГЧС от ЧСП, в каком случае его лучше применять? Хороший вопрос. Мы сегодня на самом деле об этом не говорили, давайте затронем эту тему, поговорим о черных списках. В системе присутствуют два черных списка. Это глобальный черный список и черный список проекта. Ну, собственно, чем это отличается? Давайте перейдем к проекту, посмотрим. Это отличается тем, вернее, эти два списка отличаются тем, что один черный список касается непосредственно данного проекта, то есть непосредственно тех сайтов доноров, которые мы покупаем в рамках одного проекта. А глобальный черный список, соответственно, это глобальный по всему нашему аккаунту. Если у нас 10 проектов, в одном, например, мы не хотим, чтобы закупались ссылки с одного, продвигаем мы, например, один сайт в Украине, другой в России. Мы, вот как ранее мы говорили, да, человек не хочет, чтобы у него закупались ссылки, но это очень условно, очень, конечно, сейчас я говорю пример такой очень жесткий, да, условный. Вот, в данном случае, если мы не хотим, чтобы система закупала больше ссылки у этого домена украинского, мы его добавляем в черный список проекта, и система, соответственно, не будет в рамках этого проекта покупать ссылку с этого домена, в рамках других проектов будет. Если мы добавим какую-то ссылку в глобальный черный список, то, соответственно, система не будет вообще покупать в рамках вашего аккаунта ссылки с этого домена. Здесь хочу отметить одну интересную такую вещь. Ко мне как-то обратился пользователь системы, который и сказал, что у него не закупаются ссылки, и закупаться он там очень-очень медленно, всю голову себе сломал, изучил, все, вроде все настроено, здорово, классно и должны закупаться. А потом, кто черт меня дернул, залез в черный список, в глобальный черный список его аккаунта, там было, если я не ошибаюсь, в районе 23 или 25 тысяч сайтов. Каким образом он создал такой черный список, я, к сожалению, не знаю, вот, но это, конечно, здорово может быть. Но, естественно, если у нас такое огромное количество сайтов находится в черном списке, и при этом подключена только одна ссылочная, например, биржа, то, естественно, ссылки будут закупаться медленно. Именно поэтому я рекомендую вам использовать на начальных этапах автоматические режимы, в том числе, как простановки, так и съемы. Они работают очень хорошо, они постоянно мониторятся, постоянно дорабатываются эти каскады фильтров, и фактически они являются актуальными на сегодняшний день. Сергей. Ну что ж, Услан, большое тебе спасибо, на этом обучающий центр кибермаркетинга и канал «Севопульт ТВ» прощается с вами, обращайтесь к Руслану с вопросами по контактам, которые указаны непосредственно у вас на мониторах, либо вы можете еще раз посмотреть вебинар Руслана в записи на телеканале «Севопульт ТВ» через неделю также там вместе пообщаться с Русланом. Всего вам доброго, пока!